Всем привет еще раз! Это второй видео урок из серии о том, как записывается видео с экрана монитора. В прошлом видео я вам рассказал, что вам понадобится для того, чтобы записывать такие видео уроки. Ничего там сложного нет в этом. И также показал о работе, с какой программой вам нужно работать, то есть Camtasia Studio. Этот видео урок я остановил и он у меня сохранил его под именем Video ID. Camtasia Studio сохраняет файлы с расширением CamRack. И если вы сразу записываете, то есть у вас там кнопка Save and Edit, вы сразу сохраняете, он у вас подгружается вот здесь. То есть таким образом, тут плеер, вы проигрываете ролик, который записали. Тут фактически рабочий стол. Сюда вы закидываете те видео, с которыми хотите работать. А тут у вас звуковая дорожка и видеодорожка. То есть таким образом можно не только какие-то видео уроки обрабатывать, а разные там видеоролики, снятые там допустим на фотоаппарат, либо на мобильный телефон. То есть программа достаточно такая мощная, не только обрабатывает видеоролики, которые записаны с экрана монитора, а также прочие там другие. Так, если вы не подгрузили в прошлый раз то видео, которое записали, то делается это с помощью кнопки Import Media. Выбирается файл, который сохранен в формате CamRack, либо любой другой. Нажимается открыть и вот здесь он открывается. Потом просто перетаскиваете его сюда на шкалу, чтобы можно было начать работу. На размер записи выбираете, то есть если я записывал 1280 на 1024, значит такой размер я и выбираю. Итак, первое что нужно сделать это удалить шум. Вот сюда ставите галочку включить удаление шума. В седьмой версии эта функция достаточно хорошо работает, поэтому посторонний шум удаляется фактически без искажения вашего голоса. После этого вы фактически уже можете преобразовывать вот это расширение в CamRack в любой другой формат, там AV, MP4, FLV и так далее. Но если вы успели заметить, то у меня перед началом каждого ролика какая-то картинка там появляется с логотипом моего сайта. А потом такой плавный переход на сам ролик. Как это делается? Это делается при помощи вот такой функции как Title Clips, то есть титры. Нажимаем ее и выбираем кнопку «Добавить титры клип». Далее нужно выбрать сам рисунок, либо какие-то там титры, я не знаю, что у вас там будет. Вот у меня это находится. То есть вот эта картинка, которая у меня появляется. Это обычная картинка в расширении 1280-1024, которую я нарисовал в фотошопе. Вы можете себе такую же нарисовать и в начале каждого, либо в конце каждого ролика у вас будет вот такая вот картинка. Так. Переходим сюда. Вот эта картинка тут появилась. Она у нас автоматом скопировалась в конец самого клипа этого, самого видеоролика. А мне, допустим, нужно, чтобы она в начале была. Поэтому я перетаскиваю ее на начало, а с конца удаляю. Delete нажимаю. Все. Таким образом у меня в начале будут эти титры идти, то есть подгружаться вот эта картинка. Теперь для того, чтобы был плавный переход вот с этой картинки на сам ролик, необходимо... Так, 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 transition нам необходимо. И вот у нас вот этот клип 1 и клип 2. Для того, чтобы клип 1 плавно переходил в клип 2, нужно вот на эту стрелочку перетянуть эффект, с помощью которого будет вот это действие происходить. Давайте выберем дверцы, допустим, или что-нибудь еще такое. Короче, эффектов тут много. Можете, какой хотите, такой выбрать. Они тут все хорошие. Вот давайте сдвиг в сторону. Перетягиваем сюда. Вот так. И посмотрим, что у нас получилось. Вот, видите, плавный переход. То есть ничего такого страшного в этом нет. Программа достаточно простая, если один раз посмотреть, как это делается. И таким образом, теперь нам просто нужно с помощью вот этой кнопки Produce and Share добавить, то есть не добавить, а преобразовать свой ролик из расширения камрек в расширение, там, какой-нибудь, чтобы можно было передавать его по интернету, либо закачивать на YouTube, там, MP4, FLW и так далее. Давайте об этом я расскажу в следующем уже видеоуроке и покажу, как нужно настроить программу Camtasia Studio для того, чтобы она, для того, чтобы ваши ролики занимали небольшой объем и при этом были достаточно высокого качества.